всем огромный огромный привет сегодня хочу с вами поделиться своей покупкой вы уже могли видеть вот такую большую акварель это моя первая такая акварель когда я выбирала думаю но мне хочется побольше цветов хочется научиться раскрашивать акварелью выбрала я себе вот такую здесь 48 цветов это сухая акварель брауберг такая очень удобная упаковочка и хочу открыть вместе с вами и сделать выкраску может быть кому то тоже это акварель понравится меня привлекло тут большое количество цветов посмотрите насколько большая коробочка давайте ее откроем я уже распаковала вот такая красивая акварель к посмотрите какая красота и вот это вот крышка может использоваться как палитра она я прочитала в описании она очень хорошо вот отсюда вот вытаскивается но я не буду сейчас вытаскивать она хорошо вытаскивается и можно ее помыть также здесь есть отделение для кисточки очень удобно ну и давайте посмотрим какие красивые цвета я уже налила водички кисточка у меня тоже новая я купила ее совсем недавно это гамма четверочка хочу покрасить вместе с вами делаю это впервые потому что только что прям эту акварель открыла в инструкции написано как варили что ее нужно предварительно так хорошо хорошо смочить и потом уже можно красить повторюсь что это моя первая акварель такие яркие насыщенные цвета смотрите какой красивый оранжевый такая красота желтенький очень мне хочется научиться раскрашивать именно акварелью потому что какие-то раскраски имеют такие очень большие пространства которые очень тяжело заполнять карандашом либо тем более фломастером фломастеры очень часто полосят у меня тем более нету каких-то дорогих таких хороших фломастеров ой посмотрите какая красота акварель очень яркая так легко наносится я выбирала именно из большого количества оттенков потому что смешивать я ее не умею о какой красивый цвет даже вот я в принципе не очень много лью воды но вот так красиво получается стоила она не так дорого 300 340 рублей она мне обошлась обязательно сделаю выкраску на эту акварель ведь какая красивая такие яркие цвета давайте попробуем какой-нибудь синий вот этот очень интересный цвет такой я купила себе еще дополнительно раскраску для акварели смотрите как красиво такая красота до красивый очень цвет очень много синих очень много зеленых и теперь обязательно попробую параз ой какой цвет красивый смотрите да так розовый все цвета яркие очень красивые разнообразная такая палитра фу какой фиолетовый и на кисточку так хорошо набираются давайте вот этот попробуем что-то типа майский зеленый такой красивый красивый зеленый цвет да да такая красота да да так да 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 прекрасно смешиваются давайте еще вот этот цвет посмотрим какой-то как лиловый быстро высыхает и очень красиво будет даже фоны делать ну и вот такие оттенки я выкрасила все акварель посмотрите какие яркие насыщенные так сейчас покажу вам очень много синих очень много зеленых даже есть вот такой болотный оливковый цвет мне очень нравится ну разнообразие очень большое я приятно конечно удивлена и не жалею что купил именно эти краски я там посмотрела в азоре есть еще какие-то другие может быть приобрету чтобы было больше прям оттенков не нужно было смешивать но вот эти мне очень понравились я специально для акварели чтобы научиться раскрашивать акварелью приобрела вот такую раскраску это сюжет для акварели я взяла китайские мотивы почему потому что тут есть и рыбы и животные и цветы раскраска очень интересная поэтому мне прям хочется в ней по раскрашивать давайте что-нибудь попробуем с вами изобразить единственное я не могу понять что это такое наверное цветочек какой-то до закрытый наверно что-то не пойму что это так чтобы по раскрашивать такое простенькая пока легенькая давайте посмотрим так не хочется браться за что-то такое тяжелое тут в основном вот одни рыбки птички давайте начнем с 1 я уже поменяла воду очень хочется посмотреть как акварель ложится на акварельную бумагу какая красота и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, я, конечно, шучу. Потому что я раскрашиваю, конечно же, не на выставку. Это для себя, для души. Села так, помалевала. Душу, как говорится, отвела. И все. Вот, поэтому... Ничего страшного, что если где-то будут какие-то помарки, какие-то ошибки. Потому что я раскрашиваю для себя, для своего удовольствия. Не на выставку, не на продажу. Но акварелью раскрашивать очень понравилось. Вот это тоже непонятно, что такое. Что это? Я, если честно, не пойму. Что это такое за... Цветок, не цветок. Что это? Так. Ну, я вот тут так сделаю. Придам такую красоту. А сам вот этот, я так понимаю, это какой-то лист. Что-то вот это такое тоже непонятное. Так. Что-то тоже непонятное. Я думала, вначале это вот от этого листа, а это нет. Это, наверное, закрытый цветочек. А это от листочка. Ну, в общем, что-то... Что-то такое непонятное. Что-то непонятное. Ну, ничего страшного. Так. А сам вот этот большой лист непонятный я раскрашу таким болотистым цветом. Очень мне нравится. Этот оливковый такой вот цвет. Такой красивый. Так, водички чуть-чуть. Вот так. Такая красота будет. Непонятно, правда, что это. Но и ничего страшного. Это же китайские мотивы, правильно? Может быть, какой-нибудь китайский такой цветок. Интересный. Интересный. Так. Тут немножечко вот так посветлее. Там. Так. Вот. Я думаю, будет ничего. Вот это тоже так. Так. Такая красота будет. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо так успокаивает, когда раскрашиваешь. Так, прям красиво получается. Это тоже дам вот этим оливковым. Такие я... Не знаю, что это за цветок такой. Вот так вот его. Так. 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 Такой хочу немножко фиолетовый цветочек. Так. Так. я сделала чуть-чуть бордовым и чуть-чуть вот так придам фиолетового как будто он еще закрытый не открывшийся да такое наведем красоту ну и фон я хочу сделать такой желтенький как лето такой красивый желтенький как будто солнышко как будто цветочек этот китайский цветок обрамлен в солнышке в таком можно немножко такого оранжевого сюда так так дать немножечко так раскрашивание прям умиротворяет знаете так спокойно сразу становится просто раскрашиваешь сидишь можно включить какую-нибудь интересную передачу например конечно мне вот акварелью хотя я никогда я помню в детстве ходила в к художественную школу мы в основном там раскрашивали вот почему-то только гуашью я вот это запомнила что раскрашивали только гуашью у меня всегда была гуашь я приходила дома рисовала гуашью знаете такие портреты смешные портреты вот было очень интересно так немножко оранжево сюда тоже дать такой набирайся немножко и сюда можно смотрите тут у нас видите такая получилась вот у меня дома помню столько висела этих портретов такие конечно более они прикольном стиле были чем в настоящем и потом когда вот эта художественная школа помню переехала я уже не было денег ездить не было денег на проезд хотя сама художественная школа она была бесплатная и я бросила и перестала ходить но я помню в свое время как мне нравилось с акварелью конечно я никогда не работала для меня это вот впервые но мне нравится прям так помазюкать посидеть конечно это легче намного чем карандашами получается ярко красиво во первых мне еще это акварель понравилось посмотрите какая она яркая красивая такая что-то я тут навела до немножко такой карди балет такая красота как такое солнышко встает до сделаем как будто такое солнце цветочек распустился на фоне такого солнышко очень красивого яркого красочного так вот тут тоже какие-то и непонятно конечно что здесь нарисовано но это ничего страшного мы здесь тоже сделаем как будто это в солнышке чуть-чуть и конечно мне очень жалко что я забросила некому было подсказать как говорится направить но я бы конечно рисовала бы раскрашивала бы рисовала бы может быть была бы великой художницей но увы-увы ничего страшного будем рисовать для себя для души так немножко тоже сюда так оранжевого распределим совсем чуть-чуть чуток 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 бросим да буду такое солнышко у нас в закате закате дня ну вот и все красивый такой цвет получился ну и вот такая красота но и вот такая красота краски очень яркие красивые сочные я оставлю свой рисунок подсыхать это бумага такая толстая акварельная ну конечно ее немножко тоже тут повело на другую сторону ничего не пропечаталась так сейчас я вам покажу и вот такой у меня красивый рисунок получился вот такая красота всем огромное спасибо кто смотрел и пока пока